Добрый день Письмо Ой, добрый день, мальчики и девочки Интересно, от кого же оно? Всем добрый день, здравствуй, Шунечка Здравствуй, Еноточ Ты только посмотри, какую нам посылку принесли От посылки письмо Письмо? Сейчас мы узнаем, от кого посылка Так, дорогой енот-енот А, это ты? Это я, да Посылаю вам семена пшеницы Очень хороший сорт Выносливый и урожайный Урожайный, ага Удачи и всего вам доброго Медведица Это же медведица посылку прислала, Шунечка Медведица? Ну да Семена прислала? А зачем? Как зачем? Посею, соберу урожай И будет у нас мука И на хлебушек, и на пироги Ай да медведица, ох, спасибо ей А эти колоски надо прямо в землю сажать, да? Да нет, Шунечка Я достану из колосков семена Посею их, а остальное выброшу Ой-ой-ой, не надо выбрасывать Почему? Соломинки такие красивые, золотистые Может пригодятся для чего-нибудь, а? Хм, а что? И то верно Не надо их выбрасывать Отнесем их к тете Але Она обязательно что-нибудь с ними придумает Конечно придумает Пойдем скорее Пойдем, пойдем Но только сначала давай колоски от соломинок отделим Добрый день, Алла Николаевна Здравствуйте, тетя Алла Добрый день, мои дорогие Ой, я вижу, вы опять мне что-то принесли Да Мы принесли вам соломки от пшеницы Да-да-да Очень хорошо Мне очень нравится работать с соломкой И сейчас самое время ее заготавливать А что можно сделать из соломки? Ой, из соломки делают очень красивые картины Украшают шкатулки, мебель и даже посуду Правда? Правда Только для того, чтобы получились вот такие золотистые ленточки Соломку нужно обработать Да-да-да И как же получаются ленточки из соломки? А я вам сейчас покажу И мы украсим Ну, например Что? Блокнот Так Для кулинарных рецептов Енот Еноточа Хотите? Конечно, хотим Я согласен Но для того, чтобы получились такие ленточки Нам необходимо терпение и осторожность Да-да-да Это что, очень сложно, да? Да Ну, судите сами Сначала от соломки нужно отрезать вот эти утолщения на стебле Отрезаем И снимаем шелуху А, это мы... Да И опустить соломку в горячую подсоленную воду Так-так-так-так На несколько часов Хи-хи-хи Как смешно! Соломку солить, как огурцы А зачем же ее солить-то? А для того, чтобы она стала мягкой и не ломалась А-а-а, понятно. А потом что с нею делать? Ну, а теперь самое сложное. Так, так, так. Каждую соломинку нужно достать из воды. Угу. Разрезать вдоль по всей длине. Так. Вот так. Угу. И разгладить утюгом. Ой-ой-ой, как трудно. Да, вот это технология. Ну, ничего страшного, Николаевна Николаевна, вы не волнуйтесь, я вам помогу. Ну, я надеюсь, и ребятам помогут взрослые, и у них всё получится. А что же дальше надо делать с этими ленточками? Да, что дальше? Ну, а дальше всё совсем просто. Сначала нужно выбрать узор или рисунок для обложки нашего блокнота. Так. Еноточ, ты же, наверное, будешь записывать туда рецепты? Ну, конечно, варенье, соленье, выпечку разную. Ну, тогда, я думаю, можно изобразить веточку с вишенкой, например. Сейчас я её нарисую. Хорошо. Так. Рисун веточку сначала. Веточка. Ага. Ягодки. Ягодки. И листики. Листики. Да, подходящий рисунок. Мне очень нравится. Ну, и хорошо. Тогда теперь нужно перевести этот рисунок на кальку. Ой, а я знаю. Калька – это такая прозрачная бумага. Да. А зачем на неё рисунок переводить? А дело в том, что нам придётся заклеить весь рисунок соломкой. Ой. Так. Вот так, сплошным полотном. Ой, Алла Николаевна, но ведь рисунок-то не видно. Что же, скажем, мы и дальше-то будем. Да. А на кальке рисунок видно с обратной стороны. Ой. И мы можем его вырезать. Толщина. Понятно. Так, так, так. Так. Каждая деталь отдельно. А теперь их нужно приклеить на блокнот. Правильно? Правильно. Только сначала на обложку блокнота нужно приклеить бархатную бумагу. Так. А уже потом на неё все детали рисунка из соломки. И веточки, и листики, и ягодки. Ой, как красиво. Да. Только мне кажется, рамочки не хватает. Да, рамочки не хватает. Правильно, Шунечка. А рамочку мы выложим из тонких соломинок. Полосочки прям по краю обложки. Ну, вот и готово. Ой, какая красивая вещь получилась. И главное, полезная. Ну, Енот Енотыч, принимайте подарок. Ой, спасибо, спасибо, Алла Николаевна. Замечательный блокнот. Как же интересно работать с соломкой. Я обязательно тоже что-нибудь из неё сделаю. Конечно, сделаешь. Ведь Енотыч тебе поможет. Ну, обязательно. Обязательно, Шунечка, помогу. С удовольствием. Ну, вот и хорошо. А теперь нам пора прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До встречи, друзья. Всего вам самого доброго. Храни вас Господь. День от скуки не остынет. Или руки золотые. Редактор субтитров А.Семкин